Всем привет! С вами Кирилл Сафонов и мы продолжаем цикл видеоуроков распространенные ошибки гитаристов. В этом аж 46-м, кстати говоря, видеоуроке мы будем говорить о бендах и о том, как их отрабатывать. Интонирование на бендах, то есть точность попадания бендами в необходимые ноты, является очень сложным элементом в игре на электрогитаре. И, к сожалению, он является довольно-таки недооцененным. Очень многие люди тратят очень приличное количество усилий на отработку таких шредерских техник, типа легато, пикинг, всякие вот эти вот скоростные запилы, но при этом не уделяют должного внимания именно работе над интонированием. Связано это с тем, что бытует такое мнение среди неопытных, начинающих, ну или не особо, так сказать, вдумчивых гитаристов, что типа если нот у нас небольшое количество в секунду, то есть там меньше с каких-то там нот в секунду, ну значит что там играть там, типа это все очень просто. Но на самом деле, как только ты дашь этому гитаристу сыграть какую-нибудь более-менее певучую фразу, где нужно непосредственно попадать бендами в нужные ноты, ну здесь как бы это будет просто полная фиаско. Взять хотя бы трек Гарри Мура The Prophet, например, то есть там нет ни одной быстрой ноты вообще, то есть там все строится на бендах и на вибрато. Ну и вот в данном случае мы говорим про бенда, вот обратите внимание, как их много, как важно точно в них попадать. Ну вот вы не представляете просто какое огромное количество людей вот на моей памяти, да, пытались вот этот трек сыграть, ну так скажем, на шару, да, то есть без подготовки. Но вот без подготовки, именно вот подготовки по интонированию, в результате полная жесть, то есть, ну это просто несерьезно. То есть, конечно же, прежде чем браться за такие вещи, нужно пройти ряд подготовительных, как бы, ну так скажем, этапов. Да, во-первых, треки попроще с точки зрения нагрузки на бенды, вот, ну и как бы на вибрато, в том числе на бендах. Вот, ну и как бы с точки зрения того, что нужно хотя бы еще упражнение определенное поиграть для того, чтобы это получилось. Вот, например, небольшой фрагмент оттуда. КОНЕЦ Красота. Тема, почему играть медленно, зачастую бывает сложнее, чем быстро, мы уже обсуждали в одном из видеоуроков или статей, я не помню, поищу, ссылочку в комментарии оставлю, как обычно, почитайте. Ну, или посмотреть, в зависимости от того, что это будет. Сейчас же мы будем говорить больше о конкретике, то есть, а как, собственно, отрабатывать бенды, как вот приобретать вот этот навык, если вот такие треки якобы брать рано, да, а нужно какие-то подготовительные этапы. Для того, чтобы достичь максимальной эффективности во всей этой истории, я бы посоветовал начать с упражнения. Упражнения ведь они нам что дают? Они нам позволяют добиться максимальной концентрации проблемного, ну, не проблемного, а отрабатываемого элемента. То есть, в данном случае речь идет о попадании в бенды, вот, а не о чем-то другом еще, да, то есть, максимум еще соблюдение формы бендов, тоже о формах бендов мы уже неоднократно говорили. Вот, здесь, на самом-то деле, вот, если отрабатывать на треках, ну, там просто очень много переменных. Там приходится думать о мелодии, там приходится думать еще и о ритме, там приходится думать о тех же вибраторах, о слайдах, там еще что-то, ну, в общем, о тексте, в конце концов. То есть, это все усложняет существенно задачу. Упражнения же позволяют бить вот точечно в цель, и начал бы я именно с них. При всем при этом, самое главное, четко понимать, попали в ноту или не попали. То есть, у вас должны быть четкие критерии оценки качества, вот, собственно, игры в рамках, вот, мы говорим сейчас об интонировании, значит, вот, четкие критерии качества именно в рамках интонирования. Ну, вот, то есть, конечно же, здесь хорошо бы иметь уже, ну, определенный навык слуховой, да, то есть, этот слуховый навык формируется в рамках работы над развитием слуха. То есть, это выжимка таких элементов, тоже у нас в учебной программе есть, из сальпежио, где нужно попеть под гитару, так сказать, калибруя свой внутренний слух под внешний источник звука. Вот, это делается не для того, чтобы научиться петь, а для того, чтобы именно приобрести вот этот навык распознавания ноты, попадания в эту ноту, хотя бы голосом, а уже потом гитарой. Вот, в идеале, как бы, естественно, начать с этого. А далее, следующим этапом уже идет непосредственно работа с электрогитарой. То есть, что нам сейчас нужно сделать? Нам нужно обязательно задавать себе эталон. То есть, когда мы говорим про попадание в бенды, мы задаем себе эталонную ноту. Эталонную ноту, ну, в данном случае, что делаем? Мы ее берем статичную. То есть, допустим, вот у нас настроенная гитара. Вот, и мы берем какую-нибудь ноту. Ну, допустим, вот пускай это будет нота ре на третьей струне. Вот эту идею упражнения я подрезал у Джоса Трианья. Вот, единственное, там небольшая модификация. Он там предлагал это делать там с перестановки пальцев. Я предлагаю ставить четвертый палец на эталонную ноту. И дальше, допустим, пойдем по гамме до мажор. И вот, и что у нас получается, нота ре. Каждый палец у нас находится на своем ладу. Вот, влево, соответственно. То есть, у нас здесь, 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 вот первый, второй, тридцать, четвертый пальцы. Все стоят на своем ладу. Если нам нужно, мы работаем в до мажорной гамме, то мы что делаем? Мы берем эталонную ноту ре. И после этого вытягиваем ноту до. Когда два звука находятся вплотную друг к другу, когда они находятся рядом, здесь больше всего шансов распознать какие-либо отклонения и внести потом корректировки в механику движения своей правой руки. То же самое, можно идти дальше. Дальше, полутоновый. И идем по гамме. Ну, например, по гамме можно идти, в принципе, хоть по хроматике. Это не суть важно. Главное, чтобы это отрабатывалось на разных струнах, в разных зонах грифа и в разных направлениях. Например, третья струна, она фактически единственная струна, которая дает нам полноправный выбор, в какую сторону мы хотим тянуть, исходя из музыкальной ситуации, исходя из эргономики той или иной фразы. В рамках учебной программы мы вот такого рода упражнения как раз-таки предлагаем для того, чтобы подготовить человека уже к живым партиям, где техника бендов уже непосредственно применяется. То есть, это могут быть как рифы, так и, естественно, это могут быть соло. То есть, здесь главное, чтобы это все делалось осознанно и четко, чтобы были слышны попадания вот в эти вот ноты. А в этом случае что важно? Важно, чтобы эти бенды были у нас мгновенными, то есть, по форме, чтобы бенды были мгновенные, безвозвратные, вот, и определенные. То есть, мы должны взять бенд мгновенный и четко в нужную нам ноту. Вот в этом случае будет понятно, попали вы в эту ноту или нет. И если нет, то вносить корректировки вот при следующих попытках. И таким образом мы калибруем, приучаем нашу руку к тому, чтобы она вот поняла, какие, какого, какой величины, так сказать, усилия, да, и вообще, какие ощущения она должна, так сказать, испытывать для того, чтобы сделать тот или иной бенд на ту или иную высоту, на той или иной стороне, в той или иной зоне грифа. И еще один вариант. Можно взять Guitar Pro, выбрать какую-нибудь ноту, ну, например, там, ноту ми вот у нас на первой стороне. Вот. Ставим эту ноту ми длиной целая, то есть, на целый такт, размер, пускай, там, 4 четверти тот же самый будет, зацикливаем ее, и она у нас будет крутиться по кругу, там, пока мы ее не остановим. Вот. И пока эта нота ми гудит, мы берем эту же ноту на других струнах. Например, полутоновым бендом на второй стороне. Например, тоновым бендом на третьей стороне. На четвертой стороне. И поскольку эта нота у нас постоянно гудит в фон, у нас, по сути, получается гармонический интервал. Ну, естественно, ноты должны звучать идеально гладко. Это главный критерий попадания. Это тоже как вспомогательный элемент. Вот Guitar Pro в этом плане она может помочь, и тоже это будет достаточно эффективно. Но смысл, самое главное, чтобы было, с чем сравнивать. Вот в этом главная фишка вот этих вот упражнений на интонирование. А уже дальше, после этого, можно переходить на реальные партии. Реальные партии, они ведь, как правило, более насыщены всякими разными элементами. Чем технические упражнения, естественно. Вот. Ну, поэтому их и сложнее бывает проконтролировать эти элементы. Но когда вы эти упражнения, вот, например, подготовительные уже сделаете, научитесь делать систематически, под метроном стабильно, уже можно переходить вот на живые треки и заниматься бендами уже в контексте реальных музыкальных ситуаций. И получать удовольствие от музыки и учиться играть дальше. На этом данный видеоурок считаю законченным. Надеюсь, вам было интересно. Пишите вопросы, предложения, пожелания в комментариях. Кто не подписался, подписывайтесь. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, потому что их будет еще очень-очень много. До новых встреч!